Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Абсолютно известно же одно Тысячу лет назад Здесь шумели густые дубравы В которых обитали языческие Уграфинские племена Меря Русичи называли этот народ Чудь То есть чудные Чудаковатые Историк Василий Ключевский Считал, что встреча Руси и чуди Носила мирный характер Получается Травля людей Дикой медведицы Исключительно миротворческий акт Многие исследователи полагают Что Уграфины были напротив Весьма воинственно настроены И занимались не только Охотой и рыболовством Но так сказать И криминальным промыслом О чем речь пойдет далее Не стоит забывать И тот факт Что Северо-Восточная Русь В 11 веке Была уже христианской А жившие на берегах Волги Меря Оставались последователями Языческих верований Но механизм строительства Русской государственности В котором православие Уже играло далеко не последнюю роль Был уже запущен Для определенных славянских народов Язычество, конечно же Играло какую-то роль Потому что было Собственно их доминирующей религией Однако мы не можем говорить О какой-то роли для русского народа Ввиду того, что язычество Было как раз религией Вятичей, Кривичей, Древлян И кого угодно Но не русского народа Ввиду того, что его просто Не существовало на тот момент Появление русского народа Именно как этноса Четко связано С православным христианством И ни с чем другим Память об этих племенах Сохранилась Разве что в русском фольклоре Над ними всегда Витал ореол таинственности И волшебства Вот как говорили наши предки Об у графинах Даже убитая чуть Может постоять за себя Если в некоторых местах Рубить лес То потом чуть придет Все пожрет Скарб разграбит Эти слова Так же не соответствуют Легенде о мирном характере Жителей Чащук Мало того В некоторых источниках Уграх называют Чудины-людоеды Правда доказательств Этим ужасным предположением Нет Лес для угров Был всем Здесь они жили И охотились Скрывались от врагов И молились своим богам Отголоски их обрядов Многие слова И понятия Дошли до наших дней Символ России Белая береза Наряду с матрешками Самоваром И водкой Но история Наука беспристрастная И прежде чем стать Символом Великой Руси Береза была Священным деревом Угро-финских племен Существовали даже капища Посвященные Великой Березе Уже позднее Белоствольная красавица Стала символом России Языческий праздник березы После христианизации Руси Превратился в Святую Троицу До сих пор в этот день Православные несут в церкви И дома березовые ветви Все, что связано с лесом и водой Животный мир Деревья Трава Явление природы Священно для угрофинов Впрочем, как и для всего языческого мира Отсюда сказки и легенды О кудесниках и волхвах Волхвы, как считают исследователи Выполняли роль жрецов культа своего божества Чтобы походить внешне на своего тотема Они носили шкуры мехом наружу Длинные волосы И спутанные бороды Именно так выглядели жрецы Меря В истории России с древнейших времен Сергея Соловьева есть такие строки О волхвах славянских мы знаем очень мало Но нет сомнения, что они имели тесную связь С волхвами финскими по близкому соседству И союзничеству этих двух народов Тем более, что после принятия христианства Волхвы преимущественно являются на финском севере И оттуда мутят славянское народонаселение Финское племя отличалось наклонностью к волшебству И с коней славилось им У графинов было развито учение о злых божествах О злых духах и сообщении с ними Именно древним язычникам мы обязаны страшными сказаниями О ведьмах, упырях, кекиморах, русалках, водяных И всякой другой нечисти Обитающей в лесах, реках и болотах Сам Александр Сергеевич Пушкин Часто обращался к эпосу чуди Благодаря в первую очередь своей няне Арине Родионовой Имеющей финно-угорские корни У лукоморья дуг зеленый Золотая цепь на дубе том И так далее по тексту Большинство, читая красивые поэтические строки Пушкинской сказки о Руслане и Людмиле Не знают, что в каждой строке Заложен определенный сакральный смысл Как в любом другом произведении великого поэта Некоторые исследователи считают, что Гвидон, Дадон, Царь Салтан Кот-сказитель и многие другие персонажи Пришли в поэтические сказки Именно из древних сказаний у графина Так, например, некоторые угорские племена Умерших сородичей привязывали к кронам дуба Они считали, что душа человека Превращается в черного кота Который на цепи ходит И царство мертвых охраняет Вот вам и у лукоморья дуг зеленый Меря, что проживали у Волги и Которсли В густых листов Ростовской Будущей Ярославской земли Главным своим божеством считали Бога Велеса Которого летописец Нестор называет Скотим Богом Покровителем домашних и диких зверей В своем раннем воплощении Велес принимал облик медведя Хозяина леса В честь него возводили капища и языческие храмы Ставили идолов и приносили жертвы Многие историки считают, что Велес был совсем недобрым божеством Его, конечно, почитали, но и страшно боялись Что совершенно понятно Выживать в лесах, а тем более тысячу лет назад Когда густые чащобы, кишмя, кишели, свирепыми волками, кабанами и медведями Было, ой, как нелегко Отсюда и злые духи, и коварные волшебники, и разная лесная нечисть К Велесу историки относятся по-разному Одни считают ее равным по значимости Перуну, громоверцу Другие, напротив, выставляют ее противником Или даже заклятым врагом Перуна, похищающего Велесовы стада Впрочем, логично Перун своими молниями поджигает леса, ругает зверя Кто защитит лесного жителя от крутого нрава громоверца? Только Велес Есть очень красивая легенда К примеру, после смерти людские души поднимаются по лунному лучу В кротам Нави, где их встречает сам Велес Если душа чистая и праведная, то она отправляется уже по солнечному лучу В обитель Всевышнего Главное место обитания Велеса – остров Буян Ну, как тут снова не вспомнить бессмертные сказки Пушкин? Этого бога язычники считали хранителем реки Смородины, Арарики, то есть Волги И Черного Камня Среди других чудесных предметов есть у Велеса волшебные гусли Играя на которых, он приводит людей в экстаз Ростов-Великий был основан еще в 9 веке В житии Авраама Ростовского есть такие слова Чудской конец поклонялись идолу Велесу О чем это говорит? Да о том, что племена чуди, поклоняющиеся этому языческому богу Жили на этих землях задолго до основания Ростова и Ярослава Велес, как считали и славяне, и у графины, дал миру закон правильности движения От тьмы к свету Символ этого движения являлся знак солнцеворота Важно знать, куда направлены изогнутые лучи вправо к добру или влево к злу Поэтому мы до сих пор плюем трижды через левое плечо, за которым стоят силы зла На санскрите языческий знак солнцеворота называется свастикой Германский национал-социалисты извратили истинный смысл языческого символа Превратив его в знак страха, боли и ненависти Конечно, в 11 веке фотографию еще не изобрели Но рассказывая о дальнейших событиях, мы будем использовать снимки, сделанные на заре этого прекрасного изобретения Внешний вид Ярославля, конечно, изменился Но Волга течет в ту же сторону, как и тогда Которжль и другие ее притоки продолжают свое вечное движение Также выходят из берегов по весне и замерзают в крепкие русские морозы Волга в те далекие времена кормила множество племен Что были расселены по берегам реки от ее истока до Каспии Миряне, наряду с охотой и бортничеством, то есть сбором дикого меда, занимались и рыбной ловлей Благо, тысячелетия назад рыбы в Волге было достаточно Но не менее даров леса и вод привлекали у графинов, проходящие через их земли торговые суда На легких ушкуях, речных весельных судах, разбойники вылетали из укрытия, грабили караваны И скрывались в многочисленных протоках Ушкуничество было весьма распространено на Волге И со временем превратилось в настоящее бедствие для торговых людей Именно по этому водному пути, который проходил из ростовских земель Через земли у графинов, разбойники на своих лодьях выходили в Волгу Где и грабили торговые суда Историки выделяют две категории речных пиратов Неорганизованные ватаги, банды одним словом И настоящее воинские формирования новгородских наемников Наводящие страх не только на купцов, но и на прибрежные города и целые народности Ниже по течению, вот в районе Плеса, существовал очень трудный фарвартер И существовало там даже племя такое, которое контролировало проход по этому фарвартеру за большие деньги Или же, если не платили такой налог, то корабли просто разбивались Поэтому часть Великого Ворского пути шла по Волге, по Котрасли, по Нера, по притокам Нера Дальше Плещеево озеро, из Плещеево озера в Аку Ну, через систему рек в Аку То есть он как бы огибал часть Волги и выходил на Аку, а Ака уже в Волгу Поэтому Ростов являлся узловым пунктом торговли международной даже по Великому Ворскому пути По Великой Ра, именно так называли Волгу арабские источники Проходил торговый путь между Востоком и Западом Именно по этим водам шло арабское серебро в скандинавские страны Из арабского халифата вывозились ткани и металлы Из славянских земель меха, воск, мед В Ярославской области, близ деревни Большое Темирево, в 1973 году был найден уникальный клад Почти 3000 арабских и хазарских монет, дирхемов Одна из монет оказалась редчайшей чеканки Выяснилось, что принадлежала эта монета Идрису II и была датирована IX веком Таких монет всего две в мире Одна находится в собрании Национальной библиотеки в Париже Другая найдена на Ярославской земле И это не единичный клад арабского серебра Судя по характеристике данной мере летописцев Чуть придет, все пожрет, скарп разграбит Грабежи торговых караванов без кровопролития не обходитесь Даже пришедшие на Русь монгольские орды Ничего не могли сделать с ушкуйниками Мало того, речные разбойники Сами приносили множество проблем непрошенным гостям Ушкуйники особенно, что называется, издевались над золотоордынцами Как притеснителями русского народа И заставляли их ордынцев, им, ушкуйникам, платить дань И золотоордынцы жаловались великим русским князьям на ушкуйников Которые их очень часто беспокоят Но великие князья ничего не могли сделать Потому что, когда собирались ушкуйники большими батагами Иногда до нескольких сот судов Ушкуев так называемых То справиться с ними было очень трудно Тем паче, что они были очень хорошо отмобилизованные, подготовленные воины И это, конечно, были не чета тем самым речным разбойникам Местным жителям, которые были здесь Это другая категория речных разбойников местных была А в основном ушкуйники традиционно считается Как организованное такое воинское сообщество Которое активно нападало на и караваны по морскому пути И население по морскому пути Кстати, в летописях неоднократно говорится Что ушкуйники грабили такие города, как Ярославль, Кострому и так далее Поэтому ничего здесь удивительного нет Но в тот период, по всей вероятности, еще такой крепкой организации ушкуйников не было По преданию, именно здесь, на высоком берегу Волги и проживали языческие племена Именно отсюда они совершали набеги на торговые суда Но было ли так на самом деле? Безобразничать там, где живешь, не только нелогично, но и чрезвычайно опасно Караваны имели свою вооруженную охрану и предвидели возможные столкновения Да и не робкого десятка были тогдашние купцы Арабы, Норманы, Хазары и так далее Меря давно были бы перебиты или захвачены в рабство Только молниеносная тактика, быстрота и возможность уйти Давали язычникам преимущество Не стоит забывать, что на Руси шла поголовная христианизация славянских и иже с ним племен Те, кто не желал принимать новую веру, уходили как можно дальше, например, в непроходимые леса Поэтому версия о большом поселении Меря именно здесь, на берегах Волги, выглядит нелогично Тогда где же могли обитать дети Велеса? Дело в том, что наиболее известное капище, капище бога Велеса, основного божества племен, живших здесь Оно находилось на территории современного сквера Волково Вот где скульптура его стоит, около Волковского театра Поэтому можно предположить, что основным местом пребывания и жительства было не, собственно, побережье Волги или берег Волги, а берег Котрасли Здесь можно было спокойно укрыться, пойти чуть подальше вверх по Котрасли, уйти в леса И, в общем-то, достаточно легко избежать погони Ведь дело в том, что Ушкуи – это сравнительно легкие суда, которые при необходимости можно было взвалить на плечи и несколько верст пробежать и в другую речку, так сказать, опустить его и таким образом скрыться в погоне Но здесь, мне кажется, такой особой необходимости не было, потому что территория Котрасного берега или устья Котрасли, она была крайне изрезана И сейчас мы это видим Качкарник, кустарник, овраги и так далее, они здесь могли очень хорошо спрятаться на сравнительно по современным меркам и небольшой территории Языческих племен было не одно и не два, а гораздо больше Капища, по мнению археологов и историков, могли находиться далеко за пределами самого поселения Кавардаковский ручей Здесь ручей впадает в реку Котрасль Тысячи лет назад это было судоходное место Вот именно отсюда древние язычники на своих лодиях выплывали в Котрасль По ней 6 километров шли до района Стрелки И именно там нападали на торговые караваны Кавардаковский, Купалишный, Зеленцовский Все это название одного ручья, который в те далекие времена был более полноводный А густые заросли скрывали его от слишком любопытных глаз По древним сказаниям, которые подтверждают исследователи языческой культуры Именно в этих местах и находилось поселение у графинов Во-первых, здесь издревле, задолго до основания Ярославля проводились языческие праздники Говорят, что во время строительства фабрики корпусов большой ярославской мануфактуры Люди находили множество человеческих костей, черепки глиняной посуды, украшения Кавардаковский ручей был одним из самых многоводных притоков Котрасли И протекал в глубоком овраге, закрытый с двух сторон берегами И, наконец, само название ручья Кавардак означает беспорядок, неразбериха, веселье, гуляние, шабаш То есть на этом месте проходили некие многолюдные действия Можно предположить, что тысячу лет назад язычники проводили здесь свои ритуальные мероприятия В честь своего божества Другое название ручья Купалишный тоже говорит само за себя Сразу на ум приходит глагол купаться и языческий праздник Ивана Купала Эти места притягивают к себе какой-то скрытой силой Установлено, что под землей проходит шесть водоносных слоев Рельеф местности имеет значительный уклон и перепады высот Вода выходит на поверхность, образуя родники Родник в языческих поверьях имеет сакральное значение По преданию, родники появляются в местах удара молнии Перуна Старожилы рассказывают легенду, что там, где Кавардаковский ручей впадает в Котрасль живет дедушка Водяной Который на дне пасет свое рыбье стадо Командует ундинами, русалками и прочими водными обитателями Не любит рыбаков, зато сам безобразничает и шалит Мутит воду, разрушает запруды Чтобы его умилостивить, язычники приносили жертву Честно говоря, находясь на берегах Кавардаковского ручья Чувствуешь себя, как бы это сказать, не в своей тарелке С тех давних пор ручей сильно обмелел Кривые деревья растут прямо из воды На берегах прижимаются друг к другу домишки А энергетика осталась Кажется, бродят где-то рядом светловолосые меря Или, как их называли славяне, белоглазая чуй Славят Велеса и приносят жертвы И так предположим, с большой долей вероятности Что именно в этих местах жили язычники у графины В военно-оперативном плане очень удобно До Волги 6 километров по Которосы Совершили налеты быстро назад Преследовать их практически безнадежно Торговое судно не пройдет А берега представляют собой непроходимые чащи Дошли до своего постоянного убежища И спокойно дели добычу Купцы, отправляясь в дальнее плавание по Волге Сильно рисковали Но купец не был бы купцом Желание сэкономить часто заканчивалось потерей Дорогих и ценных товаров Действительно, существовали большие купеческие караваны Соответствующие охраной Но все это стоило достаточно серьезных денег И часть купечества, торговцев Они предпочитали, что называется, самостоятельным порядком Торговать на риск шли соответствующий Совершенно естественно, что подобное положение вещей Возмущало и пугало торговцев Везущих по Волжскому пути дорогие товары Дошли их жалобы и до Ростова-Суздальского князя Ярослава Владимировича Что делает мудрый и рачительный правитель Приняв близко к сердцу проблемы торгового люда Для усмирения разбойников снаряжает дружину И, как бы сказали сейчас, проводит операцию Правда, не слишком удачно Возникает вопрос, ну а какое ему дело было до купцов-то? Самое прямое Потому что любой торговец, пересекавший границу княжества Обязан был заплатить пятую часть стоимости Объявленного продажа товара То есть пятину или 20% Таким образом, как будто с неба сыпалась эта денежка И естественно, что князья были крайне заинтересованы В беспроблемной торговле со своими княжествами Или внутри своих княжеств И особенно на границах Потому что именно пограничные территории Являлись основным объектом нападения речных разбойников и шкуйников После первого похода мудрый князь возвращается в Ростов Призывает православных священников И вновь идет к берегам Волги С целью крестить в православную веру у графинских язычников Которые категорически отказались принять христианство Во время предыдущего визита князя Как крещение происходило на самом деле неизвестно Судить об этом мы можем только по сохранившейся летописи Судя по характеру князя Могла иметь место кровопролитная бойня Не пощадил Ярослав Владимирович И прообраз Велеса Медведя Выпущенного на него язычниками Зарубив хозяина леса секирой Недеревянных и каменных идолов Что испытали Меря после убийства своего тотена Одни исследователи утверждают Что чуть испугалась и покорилась ростовцам Другие же считают Что волхвы были оскорблены и разгневаны И только силой современного По тем временам оружия Ярослав добился своей цели Были разрушены и капище И главный храм Который как раз и находился в районе Стрелки на берегу Волги На месте святилища заложил Ярослав крепость Первый христианский форпост на Волге На месте языческого храма Был построен храм христианский А изображение прообраза Велеса Медведя В будущем украсило герб Нового города Ярослава Большому счету ведь мы с вами прекрасно помним Ввиду чего Герб в принципе связан с Медведем Не Медведь победил Ярослава А совершенно наоборот Поэтому его изображение на гербе Является скорее более изображением определенной реликвии Которую Ярослав добыл в этом бою И собственно победив это существо Сложно сказать медведица был или нет То есть победив Собственно основал первый христианский город на Руси Поэтому здесь медведь не победитель Здесь медведь это собственно Как бы проигравший А вот как раз это секира Является символом того Чем была одержана подобная победа Так и закончилась борьба с Уграфинской ересью На отдельно взятой территории Приволжской земли Возможно в дальнейшем Мере и приняли христианство А возможно просто ушли в другие земли От греха подальше Полностью уничтожить язычество не удалось Ни славянское, ни Уграфинское И долго еще на Руси вспыхивали Руководимые волхвами восстания Как например в Ростове Восстание волхвов происходило в Ростове несколько раз Наиболее известные восстания Это 1024 год И 1071 год И именно под 71 годом Упоминается восстание волхвов Причем волхвов Двух волхвов Из Ярославля Именно в связи с этим Ярославль впервые упоминается в летописи Христианская церковь К язычеству всегда относилась негативно Апостол Павел В послании кремлянам сказал Язычники заменили истину Божью Ложью и поклонялись И служили твари вместо Творца Быть оппонентом святых апостолов не принято Но хочется сказать следующее Жили люди как умели В согласии с природой И всем, что их окружало Молились тем, кому доверяли И в кого верили Это был их мир Какой не есть, а свой Как проходила христианизация Рима известно Как Византия пришла на Русь тоже Где слово Божие не имело силы Проводилась политика огня и меча Это факт, от которого никуда не деться Но то, что православие Подтолкнуло Русь к сплочению и развитию А в дальнейшем и к борьбе с внешними захватчиками Бесспорно История – это вечная территория загадок и домыслов Возникает справедливый вопрос А куда, собственно говоря, делось у графинской племени Меря Жившая на нашей сопредельной ростовскому княжеству земле Почему после 12 века о них просто забыли Был народ и нет народа Ответы дают исследователи По их мнению, пришлые русичи селились среди язычников Перенимая какую-то часть их верований и традиций Есть и другой вариант Меря вместе со своим языком, религией И даже антропологическими особенностями Вошли в состав русского народа Так или иначе, эти племена оказали огромное влияние На развитие Северной и Северо-Восточной Руси А в целом и становлении российского государства Сейчас очень трудно сказать, кто у кого перенял ту или иную традицию Велесу, например, поклонялись и славяне, и чуть Мало того, известны факты, когда объединившись Они вставали против насаждения христианства А впоследствии и против общих врагов Руси Давайте посмотрим на карту Ярославской области Более половины названия рек, озер и даже некоторых населенных пунктов Имеют несколько непривычные для русского уха названия Крупные реки, как правило, имеют угрофинское происхождение И вот Гда – это река, вода Волга, Печегда, Вологда, Селинда Это все угрофинские происхождения наименования Корень, допустим, и вода, а какая вода? Быстрая вода, тихая вода, холодная вода, прозрачная вода, черная вода и так далее Вот это все осталось нам от угрофинов Кукобой, Нера, Толгобой, Шопша, Шекшебой и многое другое По одной из версий Векса, что в ростовских землях, из которой вытекает река Которосль Имеет исконно угрофинские корни и означает спорное Мол, спорят Векса и Устье, кому из них называться Которослью Но если в Карелии, на Урале, в Ленинградской области Финские народы сохранили свой этнос То угрофинское племя Меря с Ярославской земли исчезло навсегда Причем совершенно естественным путем Растворившись в русской народности Оставив нам часть своего языка, традиций и уклада жизни То, что сегодня мы считаем исконно русским Вот так и начиналась история первого на Волге православного города Ставшего со временем экономическим и политическим центром Северо-Восточной Руси В любое время года, заходя в лес, остановитесь и прислушайтесь Включите фантазию Слышите? Это Велес играет на своих волшебных мусах Северо-Восточной Руси Северо-Восточной Руси Северо-Восточной Руси